Здравствуйте! В этом видео расскажу про приборную панель, а именно об органах управления. Таких как регулировка света фар, регулировка уровня фар, поворотники, печка, то есть подогрев зеркал, подогрев заднего стекла, то есть именно об органах управления. Это видео получилось немножко длинноватым, поэтому я разбил его на два этапа. Первое, об органах управления и второе, именно уже о приборной панели, о лампочках. То есть то, что когда мы включаем зажигание, те контрольные лампы, которые мы видим, это будет в следующем видео. смотрите сейчас я вам покажу на этой машине на своей потом покажу еще на другой машине то есть там есть тоже больше обозначений немножко есть маленькие отличия смотрите то есть по порядку пойду смотрите видите здесь у меня такой датчик стоит но это на газовое оборудование если я включаю скажем зажигание запускаю машину запущу запускает движок мигает лампочка говорит что я на бензине только она загорелась виде полностью горит значит я уже на газу машина если я нажимаю на кнопку то я тоже уже на бензине еду если я нажимаю горит значит я еду уже опять на газу смотрите но это как бы у кого есть газ скажем да смотрите дальше регулятор зеркал то есть мы регулируем зеркала то есть переключаем левое зеркало и здесь джойстиком уже управляем то есть мы регулируем зеркала смотрите если мы нажимаем вот ведь она идет вниз нажимаем вверх то есть регулируем там скажем вверх точно также если другое зеркало мы переключаем то есть мы показываем с кем зеркало мы работаем либо с левым либо справа и точно также там скажем можно регулировать до другое зеркало а вот ставим потом после выход регулировали в нейтральное положение смотрите дальше у нас идет регулировка уровня наклона фар то есть чем выше у нас стоит вот это колесико видите на ноле и даже видно вот видите по этой шкале чем ниже мы опускаем тем ниже они будут светить для чего это нужно скажем когда вам садятся пассажиры сзади машина немножко приседает задница приседает и вы начинаете пара светить начинает немножко выше поэтому можно опускать их особенно когда вы едете скажем а сзади села скажем три человека вы загрузили сильно багажник то есть машина сильно загружена пару вас будет светить сильно высоко поэтому вы можете опустить их вниз чтобы не слепить скажем встречный транспорт который едет чтобы вы них не ослепляли то есть можно регулировать уровень наклона фар смотрите вот так у нас выглядит регулировка фар из салона когда ведь я поднимаю колесико вверх у нас фары поднимается вверх опуская вниз опускается тоже у нас опускается фара то есть если вы за сильно пригрузили фару вас будет видеть выше поэтому можете регулировать наклон фар как бы да вот этим колесиком теперь смотрите по вот этому рычагу поэтому переключатель это переключатель режимов света фар и указатели поворотов то есть когда мы включаем поворот вправо у нас еще здесь дублирующая обычно загорается стрелочка все включить зажигание ведь и показывают какую сторону включили поворотник так же самое если мы включаем отключаем по серединке она отключается и влево на включаем показывать что мы едем влево то есть тоже есть звуковой сигнал сути щелчок идет добывать и копии пип как бы да что мы включили влево также самым отключаем смотрите то есть поворотник если мы включаем только при включенном зажигание обычно работают если зажигание сейчас выключил поворотники у нас ветер я переключаю они не работают но аварийка скажем да если вы включаете аварийку на потом поварить еще расскажу аварийку мы включаем она работает даже при выключенном зажигании даже есть главное чтобы вас аккумулятор был не севши она всегда будет включаться на любой машине потому что она для этого и создана что если вы поломались вы могли скажем включить аварийку вы включаете и выключаете смотрите по поводу переключения режимов света фар здесь смотрите есть такие обозначения off выключена вот такой значок это говорит и вот этот значок показывает что это ближний свет фар на любой машине хоть на запорожце хоть на mercedes они будут одинаковые единственное может быть в разных местах бывают эти же значки где-то вынесены на кнопках то есть где-то скажем здесь бывают шкоде крутилка выкрутилку крутите и там точно такие же значки как здесь смотрите если стоит of вы выключили все габариты у вас пары полностью выключены если вы включаете в первое положение вот такой значок что им говорил на любой машине одинаково выглядит вы включили габариты огни габаритные огни это горят маленькие лампочки то есть они тусклые пары просто подсвечивают они не светят вперед они подсвечивают фаром покажу еще потом вечером как это выглядит ну что сейчас днем не видно вот это когда мы включаем можно значок это ближний свет фар то есть это говорит о том что вар пары у вас уже светят то есть это смотрите значок очень часто бывает на панели если бы за машину запускаете движок запустить скажем а он горит на панели видно такой же значок дублирует что вы едете на ближнем свете фар у меня как скажем нет этого значка и не ответьте значка что мы едем на габаритах то себя переключаю ведь и здесь ручку у меня на панели вообще ничего не меняется никаких обозначений нет единственное что у меня здесь есть это противотуманки показывает на панели ведь и значок противотуманок он горит здесь противотуманки это на бампере 2 фаром тоже покажу как выглядят смотрите то есть мы можем включать можем выключать ближний свет фар вы можете включить только на запущенном движке либо если вы включили зажигание если мы сейчас примеру я выключаю двигатель глушу движок то у меня сразу ближний свет фар выключился то есть не то что это рычажок сам будет переключаться в этом положении будет оставаться но машина будет выключать ближний свет фар обычно так происходит чтобы вы не усаживали аккумулятор но видите противотуманки здесь горят бывает и противотуманки сразу выключаются но у меня нужно вручную выключать есть еще противотуманки задние это передние противотуманки есть еще задней смотрите вот здесь у меня на ручке вот здесь такой значок тоже я кручу и загорается видите такой вот индикатор на что мы включая задние противотуманки на дне противотуманки это просто ярче горят начинают гореть габариты то есть они так ярко горят что в туман было лучше видно я обычно как бы имя особо не пользуюсь смотрите по поводу дальнего света чтобы включить дальний свет у вас должны быть включены ближний свет фар и вы толкайте ручку вперед то есть обычно смотрите если на панели я включу скажем запущу движок если на панели что-то горит голубое видите смотрите голубым светом ведь и такой значок он везде тоже одинаковых хоть на запорожце хоть на мерседесе то есть одинаково везде значок это говорит что вы эти на дальнем свете то есть понятно чтобы людей не слепить нужно его отключать за 250 метров до машины смотрите то есть вот этот рычажок видите на себя мы включаем сейчас подальше отведу эти вперед мы толкаем включается дальний на себя отключается если мы стоим ставим в положении габариты ведь и дальний свет не включается ведь я включить его не могу единственное можно помигать фарами то есть то что мигает вы видели машины друг другу фарами они как это делают они эту ручку нажимают на себя на себя тяните ведь и загорается дальний свет то есть мигаете дальним светом смотрите в дальнем света вы можете помигать даже если у вас пары полностью выключены ведь и выключены полностью фары, дальним светом мигать я могу все равно, но включить я их не могу видите, я ручку вперед толкаю, дальний свет не включается, на некоторых машинах даже при выключенном зажигании вы это можете сделать, то есть на моей машине фарами я могу помигать только если включено зажигание, либо запущен движок, вот например, если я движок выключаю полностью, то я дальним светом помигать, вот я видите не могу, она не мигает, нужно включить хотя бы зажигание, чтобы лампочки загорелись, тогда я могу мигнуть дальним светом Но при этом у меня, конечно, усаживается аккумулятор Смотрите, вот так включаются габариты Вот так включается ближний свет фар Вот это мы включили противотуманки Вот так толкаю вперед ручку Включается дальний свет фар Выключил, мигаю фарами Можно поставить габариты, помигать фарами Можно выключить вообще фары Тоже помигать фарами Смотрите в этот момент, что мы видим сзади Если я включаю габарит, у нас загораются габариты огни Если я включаю противотуманку Дополнительно еще включается сзади лампочка То есть она горит очень ярко, противотуманная. То есть тумане ее будет лучше видно. Смотрите, сейчас еще на другой машине вам покажу. В принципе, то же самое на Hyundai Gear. Смотрите, здесь регулировка зеркал стоит уже на ручке. Видите, у меня стоит здесь, здесь стоит на ручке. Смотрите, то же самое регулировка уровня фар, противотуманки. Видите, значок противотуманок. То есть у меня он здесь на ручке стоит. А здесь стоит, видите, отдельной кнопкой вынесем. То есть, в принципе, тот же самый, значок одинаковый. На любой машине будет одинаково выглядеть Здесь, смотрите, ручка тоже самая Видите, все значки точно так же, как у меня Одинаково выглядят На любой машине все то же самое будет Одинаковые, по крайней мере, значки Смотрите, вот этот переключатель Для того, чтобы мы включали очиститель И омыватель ветрового стекла Чтобы мы могли включать дворники Опять же, такие дворники будут у нас работать Мы можем чистить только, если у нас включено зажигание Либо мы запустили движок То есть, смотрите, мы включаем Чем выше мы поднимаем Видите, мы включили первое положение, и дворники срабатывают примерно через, сейчас посчитаем, раз, два, три, четыре, то есть примерно на четвертой секунде включаются дворники, то есть режим первый идет. То есть второе положение, то есть это в первом положении, во втором, понятное дело, чем мы выше поднимаем, тем быстрее, то есть в третьем положении оно вообще быстро. По сухому стеклу, конечно, не рекомендуется тереть, потому что все-таки там попадает на стекло песок и немножко царапает стекло. Для того, чтобы, смотрите, полить воду на стекло, чтобы включить подачу, как бы, да, омывающей жидкости, нам нужно эту ручку нажать на себя и держать, видите, придержать. У нас включается, омыватель, льется омывачка на лобовое стекло, и автоматически два-три раза в каждой машине по-разному вытирается лобовое стекло. Смотрите, по вот этой ручке здесь немножко больше функций, чем в моей машине. Смотрите, здесь, если мы нажимаем один раз вверх до упора, а подсчетки один раз вытирают и останавливаются. Вот смотрите, сейчас, видите, один раз вытерли и стали, то есть мы до упора нажимаем, останавливаются. В моей машине нужно было вверх поднимать, то есть первое, второе, третье, как бы, положение. Здесь вниз то же самое. Первое, видите, они где-то примерно раз, два, видите, уже раз, чуть-чуть две секунды уже вытирает примерно, видите. Вот здесь есть регулятор, можно выставлять вот эту частоту колебаний, частоту взмахов щеток, видите, можно регулировать. Видите, я поставлю сейчас больше, вот максимально поставил, и сейчас посчитаем, когда будет взмах происходить. То есть оно, как бы, чем больше мы, видите, накручиваем вот эту шкалу, тем реже они включаются. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Видите, десять секунд, даже, ну, это я быстро считал, может, меньше. То есть вот эту частоту колебаний, как бы взмахов щеток, можно регулировать на этой машине, вот этим вот, вот этой крутилочкой. Также, смотрите, если, видите, головку можно поворачивать, мы включаем задние дворники. Здесь задние очистители стекла, то есть на моей машине заднего дворника, здесь они есть. Смотрите, вот мы включаем положение ON, и сзади, сзади начинает работать дворник. Если мы захотим на заднее стекло полить воды, то мы то же самое, смотрите, здесь на этой ручке нажимаем и держим. Удерживаем, смотрите, я вот держу, и водичка начинает литься, омыватель подается на заднее стекло. Если мы хотим два дня дворника выключить, у него обычно там всего одно положение, мы выключаем. Смотрите, на многих машинах для того, чтобы включить задний дворник, нужно не крутилочку, вот эту крутую, как здесь, а дворник толкнуть от себя, то есть в эту сторону вы толкаете, оно переключается в первое положение, начинает работать дворник. Если вы хотите, чтобы лилась вода сзади, вы нажимаете до упора и держите, то есть льется на заднее стекло омыватель. Вот, то есть, ну здесь, видите, такую крутилочку сделали для того, чтобы активировать задний дворник. И у него обычно всего одно положение, то есть вы его включаете, и он в одном положении вытирает заднее стекло. Смотрите, теперь здесь у нас получается есть регулятор тепла, холода, то есть, грубо говоря, называют печка, включение печки. То есть в выключенном положении, когда у нас на синенькое стоит, у нас воздух просто идет с улицы, такой, какой он есть, то есть он не нагревается. Чем больше мы включаем печку, тем больше нагревается воздух. Если у вас машина холодная стоит, вы движок не запустили еще, вернее, либо запустили, и машина не прогретая, то есть теплый воздух у вас идти не будет. То есть только после того, как машина у вас прогреется, тогда у вас начнет идти теплый воздух. По мере, чем больше машина прогрета, чем у вас температура, скажем, антифриза будет выше, тем температура, как бы, ну, горячего воздуха будет выше. Потому что работа системы какая? То есть там стоит маленький радиатор, обычно алюминиевый, в него подается тасол, то есть охлаждающая жидкость антифриз, она нагревает, скажем, этот маленький радиатор, и вентилятор выдувает из него тепло. Если у вас машина холодная, то, понятное дело, тепла она давать не будет, то есть пока не нагреется этот радиатор. А нагревается он за счет того, ваша охлаждающая жидкость в системе нагревается, нагревает его, и, естественно, выдувает тепло. То есть, если вы сели в машину и думаете, сейчас включу печку, и сразу будет тепло, то тепла сразу у вас не будет, пока она не прогреется. То есть вот это у нас регулятор скорости обдува. Понятно, OFF выключено. Первое, второе, третье, четвертое положение. Чем выше положение, тем вентилятор дует быстрее. Выдувает быстрее, естественно, тепло. И подает воздух, конечно, через вот эти, да, отверстия. То есть вы можете регулировать, куда будет идти воздух. То есть либо вы ставите, видите, он дует либо сюда, вот через эти выходит. То есть бывает по-разному они выглядят. Либо на дует в салон напрямую на ноги, либо просто на ноги. Либо на ноги и на лобовое стекло. Через вот эти вот отверстия, скажем, дует, да, на лобовое стекло. Ну, либо просто на лобовое стекло. Когда вы ставите просто на лобовое стекло, то он одновременно дует. Ну, и когда в этом положении тоже стоит, он дует и, скажем, сюда воздух идет. И вот здесь есть маленькие такие еще отверстия всегда в машинах. То есть это для того, чтобы дуло на переднее стекло, чтобы обдувало в районе зеркал. Чтобы у вас вот это стекло тоже обдувало. Поэтому, если вы, скажем, ставите положение уже, скажем, даже на четверку и ставите руку, и у вас обдува нет, то, скорее всего, забился у вас уже фильтр салона, нужно иметь фильтр салона. То есть я показывал уже, где фильтр салона в предыдущих видео расположены. Они обычно расположены либо под капотом, либо под бардачком, да, расположение идет фильтров. Смотрите, вот это АС, это включение кондиционера. То есть включается, естественно, только на запущенном движке. То есть если вы будете включать кондиционер, у вас будет включено просто зажигание, то вы будете очень сильно устаживать аккумулятор. Я нажимаю на кнопочку, видите, он не включился, потому что вентилятор стоит в выключенном положении. Я только включаю обдув, включается сразу и кондиционер. Если я выключу вентилятор, то, естественно, кондиционер тоже выключится. Но тоже может быть в разных машинах по-разному. Вот это, смотрите, видите, я нажимаю кнопочку, включается заслонка циркуляции воздуха по салону. То есть воздух идет сейчас в салон не с улицы, а он как бы циркулируется по салону. Смотрите, если вы долго едете, то для того, чтобы, скажем, быстрее в машине стало тепло, вы можете включить печку, включить вот этот режим, и воздух будет браться не с улицы, а браться по салону, как бы внутри гоняться, и быстрее салон прогреется, быстрее будет теплее в салоне. Но если вы будете долго ехать в таком положении, и у вас будет работать печка, то есть свежий воздух поступать в салон не будет, и в салоне станет очень, скажем, такой сжатый воздух, в общем, как бы сухой, то есть он станет некомфортно будет ехать. Поэтому все равно нужно открывать заслонку. И также, если у вас окна начинают запотевать, переднее лобовое стекло, то рекомендуется тоже заслонку, скажем, открыть, чтобы у вас воздух шел с улицы, потому что при закрытой заслонке бывает даже окна начинают запотевать, переднее лобовое стекло. Поэтому, если у вас запотевает сильно переднее лобовое стекло, вам нужно включить, естественно, в положение обдува на лобовое стекло, ну и включить обдув, скажем, побольше, да, чтобы у вас быстрее обдуло лобовое стекло, да, чтобы оно не запотевало. То есть печку тоже там по ситуации, как бы если зимой, то понятно, вы горячий воздух включите, если летом, то будет, конечно, холодный. Бывает даже от кондиционера, когда у вас стоит включенный кондиционер и включают подачу воздуха не с улицы, а внутри салона, то происходит такое, что усилие начинает как бы запотевать лобовое стекло, поэтому тоже нужно включать, чтобы подача воздуха шла с улицы. Ну по аварийке я вам уже рассказывал, то есть включаем аварийку, нажимаем, у нас включается здесь, показывает, что включена аварийка, вот на панели, вот отключаем, естественно, выключили, да. Что у нас здесь еще есть, смотрите, прикуриватель. Как работает прикуриватель? Когда вы нажимаете на кнопку, то есть тоже можно это сделать при либо включенном зажигании, либо запущенном движке, потому что усаживает аккумулятор. И мы ждем, ждем, чтобы оно отщелкнулось. После того, как оно отщелкнулось, мы можем прикурить и вставить ее назад. Смотрите, раз, она, видите, красная, надеюсь, там видно на этом самом, на камере. Вот, то есть сигарету, скажем, прикурили, да, подкурили и поставили ее назад. Вот, только главное, чтобы вы не нажали, не держали вот так, чтобы вы не спалили, скажем, систему. Смотрите, конечно, в прикуриватель можем вставлять не только сам, как бы, да, прикуриватель, чтобы можно было, скажем, прикурить, скажем, да, сигарету, но и для, скажем, каких-то электроприборов. То есть мы можем вставлять, скажем, у меня включается регистратор, либо включают зарядки для мобильных телефонов там и тому подобное. То есть мы можем включить и будет у нас идти 12 вольт, мы можем пользоваться, скажем, заряжать мобильный телефон. Смотрите, еще вот такой режим забыл вам рассказать, подогрев заднего стекла и подогрев зеркал, если у вас есть в машине, вы можете включить подогрев зеркал, если они обледенели, либо они запотели, либо они мокрые. То есть очень хорошо высушивать, оно включается подогрев и отогревает либо лед, либо, в общем, испаряет все, что на них есть. Также смотрите, заднее стекло, видите, в таких полосочках, вот, оно оттаило, то есть нагревает, в данном случае льда не было, была влага, причем влага внутри салона. То есть, чтобы не вытирать, скажем, брать тряпку, вытирать это все дело, нажимаете кнопку, оно все оттаивает. Через 20 минут оно выключит автоматически, в некоторых машинах может быть через 10 минут, в некоторых может быть как-то по-другому, но примерно минут 20 оно греет, потом само автоматически выключает. Если вы хотите опять включить, естественно, еще раз нажимаете, оно опять будет минут 20 греть. Здесь, смотрите, то же самое, аварийка, печка, то есть, да, чем больше на красной, тем больше горячий воздух. То же самое показывают, да, режимы скоростей обдова вентилятора, так же самое показывают, куда будет дуть, видите, вот эти значки на всех машинах одинаковые. Даже если у вас будет здесь табло электронное, и в электронном виде все равно вы будете видеть вот такие вот значки, то есть, куда будет дуть воздух, да, куда будет идти подача воздуха. То же самое, смотрите, здесь АЭС кондиционер, и здесь подогрев заднего стекла, и подогрев зеркал. И видите, здесь тоже такая же заслоночка стоит, у меня кнопочку я нажимаю, эти такие значки, они везде одинаковые. Видите, заслонку мы переключаем, либо по салону будет гонять воздух, то есть, либо будет воздух брать с улицы. Ну и так же прикуриватель, то есть, в принципе, все то же самое. Смотрите, у кого есть еще стеклоподъемники, установленные, скажем, на четыре двери, то, понятно, у водителя есть четыре кнопки, и он управляет всеми окнами. То есть, каждая кнопка символизирует определенное, скажем, да, стекло. То есть, скажем, если это левая кнопка, то это как бы водительская передняя, это передняя пассажирская, это задняя, соответственно, за водителем, и это, скажем, задняя, понятное дело, скажем, со стороны пассажира. Вот, то есть, вот эта кнопка, это, когда вы нажимаете кнопку, вы отключаете возможность сзади, скажем, пользоваться, скажем, дети сидят сзади, чтобы они стеклоподъемниками не игрались, вы нажимаете на кнопку и отключаете им возможность сзади, скажем, да, подъемными стеклоподъемниками играться. Вот, отключение задних стеклоподъемников. Бывает, кстати, эта кнопка отключает все стеклоподъемники, то есть, только водитель может открывать, закрывать окна, а все остальные как бы не могут ими пользоваться. То же самое стоит 4 стеклоподъемника, блокировка, здесь смотрите, правда, эта кнопка катастрофа она блокирует, она блокирует, здесь можно только этим управлять, все остальные даже на водительской двери, как бы на водительском пульте тоже блокируют почему-то эта кнопка, обычно блокируют либо задние, либо пассажирские, скажем, да, чтобы только водитель управлял, а здесь почему-то она блокирует абсолютно все, даже водительскую дверь только одна единственная, оставляет для водителя одну кнопку, чтобы он мог только свое стекло открывать. Смотрите, вот такая еще есть функция на задних дверях. Видите, здесь переключатель блокировки открытия двери из салона. То есть мы когда включаем ее, дети не могут открыть двери из салона. Смотрите, видите, ручка как бы уже не открывает. Нельзя открыть двери из салона. Даже хоть кнопка нажата, хоть нет. То есть бывает, конечно, все садятся очень часто. Родители включают, скажем, центральный замок, нажимают, да все двери заблокировались. Но ребенок может эту кнопочку и поднять, и как бы открыть дверь. А тут, получается, если вы поставили этот блокиратор, то у салона уже заднего сидения вы двери не откроете. То есть нужно, естественно, будет самим, да, вот скажем, с этой стороны мы дверь открываем, а вот салона мы ее уже не откроем, то есть она уже не открывается. То есть это удобная функция, то есть о ней мало кто знает и мало кто пользуется. Хотя у кого дети на заднем сидении сами сидят, то есть смысл, конечно, поставить блок, чтобы они случайно не открыли, да, сидели, не игрались и не открыли, скажем, двери, не повыпадали. смотрите есть еще вот такие вот рычажки с открытия багажника мы дергаем открывается багажник также есть рычажок открытия бензобака тоже бывает по-разному бывает здесь есть рычажок есть бываешь бензобак открыть нужно нажать где-то на панели скажем на кнопку электронный либо бывает конечно ключом открывается то есть мы сейчас от дернули ведь и багажник открылся и И открылся у нас бензобак. Там, понятно, уже откручиваем. Крутил туда и заливаем бензин. Смотрите, во всех машинах есть еще подсветка салона. Смотрите, если вы ставите, тут тоже есть обозначение. Вот здесь если видно. Выключено, включено. Но бывает больше обозначений. Смотрите, если выключено, то даже если вы двери открываете, оно не включается. Если вы ставите, скажем, в моей машине в среднем положении. Если я открываю сейчас дверь, она, видите, включается автоматически. И закрываю дверь, оно также выключается. Либо можно включить просто, если вам нужно, скажем, что-то подсветить, да, в салоне. То есть, когда темно, вы можете включить, оно будет постоянно гореть. Независимо, открываем мы дверь или закрываем. Вот я сейчас открываю дверь, смотрите, закрываю, как бы оно все равно горит. То есть, как бы, ну, бывает, как бы немножко посложнее разные переключатели. Бывает, вы иногда ставите в положение, скажем, среднее, и вы открываете двери, загорается у вас лампочка. И потом, когда вы закрываете, она еще секунд пять горит, и только потом сама гаснет. Но, честно, меня это раздражает, когда она сразу не выключает. Как-то хочется, чтобы она сразу гасла, а она еще какое-то время горит. Смотрите, многие какие-то приборы, скажем, да, обдув, либо там фары, либо, бывает, магнитола, либо там прикуриватель. У вас может не включаться без включенного, скажем, зажигания. Поэтому, если вы включаете что-то, там, да, скажем, обдув, либо, там, хотите прикуриватель включить, да, там, например, мобильный телефон зарядить. И думаете, ой, наверное, сломался, не работает. Вы посмотрите, зажигание у вас включено или нет. Потому что часто люди сидят, думают, наверное, сломалось, а на самом деле просто ключи, скажем, не вставлены, да, и у вас нет подачи, скажем, да, питания. Бывает, что в первом положении, когда вы проворачиваете ключ, то есть в первом положении включаются какие-то определенные приборы. Бывает только во втором, когда уже включено зажигание полностью. Ну и понятное дело, если у вас включено зажигание, то не рекомендуется долго находиться, ну, доставлять машину в таком положении. То есть у вас будут работать, конечно, все приборы, скажем, да, и кондиционер, и магнитола, и прикуриватель. Все будет работать, но при этом будет сильно усаживаться аккумулятор. То есть вы не забывайте, что если у вас в таком положении находится машина, просто включено зажигание, движок не запущен. У вас все идет, все, что работает, вся электроника от аккумулятора. Когда мы запускаем двигатель, у нас работа уже идет не от аккумулятора, а от генератора. То есть генератор уже начинает работать и заряжать все наши приборы, давать энергию на все наши приборы в машине. То есть вы помните об этом и не усаживаете аккумулятор. И также, когда вы где-то стоите, не забывайте выключать, скажем, фары, да, то есть, как бы, чтобы у вас не усаживался аккумулятор. На габаритах, конечно, сильно вы фары не усадите, но, если, скажем, вы стоите, у вас на некоторых машинах, когда вы глушите движок, ближний свет фар не выключается. Он также по-прежнему и горит, ближний свет фар, то вы понимаете, что у вас аккумулятор при этом будет очень сильно усаживаться. Поэтому нужно, скажем, выключать, естественно, ближний свет фар, как бы, либо в габариты переводить, либо вообще выключать. В общем, думаю, информация в этом видео будет для вас полезна. А также еще сделаю видео следующее по приборной панели, то есть, по контрольным лампам, когда вы включаете зажигание, загорается контрольная лампа, что они обозначают. Если это видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, также можете добавиться в группу ВКонтакте, я внизу в описании сделаю ссылочку, можете перейти добавиться. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!